Какое-то дело делается властями, и с этим надо смириться. Жесть чучела символически там вашего врага. Раздеться, например, и сфоткаться на фоне свалки можно. Нужно обратиться к самому главному человеку, к Владимиру, Владимировичу Путину. Друзья, всем привет, меня зовут Масленников Роман, я занимаюсь пиаром. И в этом видео я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в спасении Байкала, принимал участие вместе со мной и многими другими людьми, которые спасали это озеро пиаром. Я участвовал всего лишь там в одной капельке акций, помогал рассылать пресс-релиз, который, соответственно, трубил про эту ситуацию. Но суть в том, что сейчас я расскажу, как вам в вашей сложной ситуации делать так, чтобы социальная проблема решалась. Что если есть какая-то несправедливость социальная, то что по этому поводу можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Видите, придание максимальной огласки событию с Байкалом помогло запретить постройку этого комбината. Это очень круто, потому что всегда считается, что вот какое-то дело делается властями, и с этим надо смириться. Все, короче, лапки кверху, короче, и типа вперед, то самое, лежим, ползем в сторону кладбища, накрывшись простыней. Ни хрена подобного. Вот, сначала, короче, надо разобраться, что происходит и кто объект атаки. Интересантов может быть много. То есть это может быть непосредственный заказчик, это может быть какой-то чиновник, это может быть какой-то политик, который захотел, чтобы вот это вот все случилось. Это может быть какой-то даже иностранный инвестор, там, Лилл Маск, это может быть, кто угодно. Но, если вы понимаете, что творится несправедливость, вам первое, что нужно сделать, это найти сторонников, кто выступит вместе с вами, с кем вы можете объединиться в этих усилиях. Нужно объединяться с теми же партиями, с теми же общественными объединениями, с журналистами, прежде всего. Просто обзвонить все редакции и понять, ребята, вы за вообще эту тему или против? Есть редакции, которые уже сначала прям на корню их покупают, и тогда уже потом к ним обращаться бесполезно. Они эту акцию не будут освещать ни в коем разе, они еще доложат заказчикам, что они приходили, наконец-то занимаются. Это хорошо. Вот поэтому первое, ищем союзников. Второе, планируем серию пиар-акций, чтобы каждая пиар-акция происходила в идеале каждый день. То есть, чтобы остановить какое-то событие, нужно каждый день наступать. Продумываем такую серию из 25 ходов, то есть на каждый день недели, исключая выходные. Выходные тоже можно, но выходные это будет уже эхо, оно будет само работать. Третье, нужно приступить к реализации этих пиар-акций, причем они должны быть разные. То есть, пиар-акция может быть первая, пикет. Второе, письма в мэрию, письма в редакции. Третье, сбор подписей. Четвертое, какой там, например, митинг, уже демонстрация, шествие. Пятое, какая-то символика, то есть можно там сжечь чучело символически там вашего врага. Шестое, обратиться в более верхний уровень. То есть, так скажем, если у вас на региональном уровне что-то происходит, то обращайтесь к федеральному. Если на федеральном уровне что-то происходит, обращайтесь к мировому и так далее, и так далее. Если в мировом, обращайтесь в межгалактический уровень. Еще что можно сделать, седьмой способ. Обязательно включайте в вашу историю лидеров мнений, как в Байкале привлекли Сергея Зверева и многих-многих других звезд. Они вписались в эту тему и себе делали имидж, что они такие экологически заботливые ребята. И приподняли, соответственно, решили этот вопрос. Сергей Зверев, как бы кто к нему ни относился, я не знал, что он жил на Байкале, что он там родился. Но, тем не менее, его акция была неоднозначной, просто так скажем. Но, тем не менее, она принесла свой результат в конечном итоге. Восьмой способ, как победить пиар-акцию. Устраивайте какие-то арт-провокации. Что такое арт-провокации? Полистайте художников, которые занимаются современным искусством. Дюшаль или Дюшан, да хоть Павленский. Короче, какой-то должен быть акционизм. Конечно, не надо яйти Красной площади прибывать. Но раздеться, например, и сфоткаться на фоне свалки можно. Так сделали в Челябинске. В принципе, победили эту свалку. Осталось два способа, друзья. Я их сообщу в комментариях. Если вам интересна эта тема, напишите, пожалуйста, ваши социальные проблемы. И мы постараемся их в комментариях решить. Ладно, окей, не буду таить. Скажу вам еще два способа. Номер девять. Это нужно обратиться к самому главному человеку. К Владимиру Владимировичу Путину. Или кто будет на данный момент, когда вы будете смотреть это видео, я не знаю. Может быть, уже у нас будет другой президент. Короче говоря, к президенту обращайтесь. Как? Это будет, например, самый большой плакат на здании. Это может быть автобусами выложено слово Путин. Это может быть где-то написано на билборде. Путин, помоги и так далее. Это работает реально. Навальный убирает снег. На сугробах пишешь Навальный. А Путин включает горячие воды и все остальное делает. И, наконец, самый крутой способ это сделать из этого рекламный кейс. Посмотреть, как делали такие, как шали такие проблемы на Каннских львах. Это программа, это лучшая мировая рекламная премия. Посмотрите кейс Билборд для Лео или акция с екатеринбургским чиновниками, которым прорисовали рты вокруг ям. Короче говоря, изучите Каннские кейсы и сделайте из решения социальной проблемы рекламный проект. И заодно еще прославитесь. Друзья, всем большое спасибо. Решайте ваши социальные проблемы с пользой для себя и для других. Пиар помогает решать социальные вопросы. Пиар помогает выживать. Пиар – это круто. Владейте этими инструментами. С вами был Роман Масленников. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, чтобы Байкал был чистым и чтобы нам лишалась свобода.